Руками удаляли сорняки. В общем-то, выходили мы свои растения. Грядки с ценными растениями поливали из ведер. Так и создавалась «Живая красная книга» на школьном участке в Ягорлыкском районе. А параллельно школьники с учителем биологии искали место, которое могло бы стать особо охраняемой территорией. Так появился экологический маршрут в Ягорлыкском лимане, где дети рассказывают его историю с начала 20 века. В весеннее время лиман заливала вода. Воды было много, до 50 сантиметров. Перемещаться можно было только на лодке. Заросли камыша, чакана, болотных растений. Большое количество водоплавающей птицы. В настоящий момент даже камыш фактически исчез. В небольшом заповеднике на 300 гектаров нашли солончаки, небольшие болотца. А исчезнувшие растения вырастили и высадили. Конечно, не все. Работа продолжается. Здесь на курсах ученые дают совет, из каких растений свою живую красную книгу начинать. Например, степная зона Дона раньше была полна ковыля. А теперь 10 видов из 13 – краснокнижные. Но возродить этот злак несложно. Он неприхотлив к донской жаре и недостатку влаги. Легко цепляется за землю. Она закручивается и ввинчивает это зерно в землю. Вот, конечно, растения, ковыли в частности, исключительно приспособлены к климатическим условиям степной зоны. Учители учат не только фотографировать ценные растения, а обязательно засушивать их в гербарии. Даже через много лет, когда у вас на том месте не будет уже никакого питомника, никакой красной книги, все равно какие-то следы могут остаться. Получил консультацию ученых и министр природных ресурсов. После подарка из ботанического сада Михаил Фишкин особенно заинтересовался ботаникой. Вот я его фикусом называю. Ну, это ж неправильно же, да? А он называется юка. Значит, этот цветок, который мне подарил замечательный, это ботанический сад, вручил торжественно. Вот он этот цветок. Он у меня растет. Он у меня был чуть поменьше, уже чуть подрос. Юку в ботаническом саду посадил губернатор. Детку этого растения передали министру. Вот только в последнее время на ней появились пятна, похожие на капли воды. Ничего страшного с ним не происходит. Это чрезмерное ваше усердие. Вы его сильно поливаете, поэтому любить нужно сильно, а поливать немножко меньше. В прошлом году был создан Институт особо охраняемых природных территорий. У нас туда вошли 12 представительств в 12 муниципальных образованиях, в которых у нас присутствуют особо охраняемые природные территории. В этом году мы эту работу продолжили. Количество представительств мы теперь распространяем еще в 22 муниципальных образованиях. Курсы повышения квалификации проводятся второй раз, но помощь энтузиастам ученые готовы оказывать круглый год советами и семенами. Олеся Слынько, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону.